и всем привет кто присоединяется у нас сейчас сегодня мы повторяем эфир тему эфира по взгляду танцора великое наше оружие а вот и как оказалось что эта тема оказалась всем очень интересно но у нас куда-то делай запись вот и поэтому мы ее повторяем тема на самом деле очень классно нам не очень нравится потому что я в свое время тоже не знала о том куда девать глаза то есть максимум что было такое смотрите вперед там не смотрите вниз не смотрите в пол вот а потом была был разбор еще такой тема что типа могу смотреть в глаза не могу смотреть глаза как ну у всех все постепенно проходят эти этапы вот и затем вот уже для меня сформировалась таким образом эта тема за несколько лет и очень хочется и поделиться вообще есть на эту тему мастер-класс который на которой мы разбираем полностью все упражнения которое было бы полезно вообще для того чтобы работать хорошо со взглядом с фокусировкой с расфокусировкой но для но как бы есть некоторые вещи которые вот хочется поделиться вот просто они даже не в плане мастер-класса да а просто как информации которая я считаю что очень многим может быть полезно и поэтому давайте прям уже в тему значит начнем до взгляд танцора и прежде всего давайте разберемся с фокусировкой расфокусировкой потому что проблема всегда возникает в течение номера как я ее вижу то еще еще и с тем что мы не можем быть четко сфокусированы на своей цели на своей задачи на своем танце от начала до конца да то есть от точки входа в номер да до точки выхода мы не можем быть абсолютно сфокусированным куда-то вылетаем отлетаем что-то с нами происходит поэтому давайте с этим разберемся да фокус внимания направленность внимания да это очень важное такое понятие вещь которую вообще необходимо тренировать для себя и отслеживать куда направлен фокус нашего внимания вообще в каждую секунду танца вот то есть вот это вот четкая направленность внимание на определенную цель задачу и или что-то да на какой-то объект это есть у нас фокусировка фокус вот и соответственно в танце у нас фокус может быть направлен во внутрь и наружу вот если он направлен наружу он может быть направлен у нас мы это все чувствовали дав куда-то мы в пространство да все что происходит вокруг это вот свет там поверхность пола там звук внешний да вот зритель музыка вот а во внутрь это когда мы направлены в свои собственные мысли в ощущение в теле до в его движу в отслеживании движения в свои мысли по этому поводу да то есть это у нас во внутрь вот в то чтобы не забыть движение конечно тоже да вот она тоже есть такое и таким образом смотрите вот этой это если фокус опять что есть если мы на у наше внимание направлено а если наше внимание не направлено да вот у нас вступает здесь обратное понятие фокусу дату то есть расфокусировка а вот что такое расфокусировка да когда мы позволяем всему внешнему и внутреннему с нами случится да то есть мы не отслеживаем и такие поля ля 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 а вот как бы вот здесь я вдруг оказалась я не отслеживаю свое перемещение в пространстве да то есть каким-то образом я сюда переместилась да вот каким-то образом как бы ну тут что со мной случаются какие-то движения да то есть позволяем ситуации с нами случится да то есть и взгляд у нас такой вот направлен в никуда да то есть здесь и в никуда вот 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 интересно вот задайте себе вопрос вообще раз фокусировка это плохо или хорошо вот ну просто так для себя чтобы понимать если расфокусировка у нас обратное понятие фокуса то это неплохо и нехорошо это просто must have такое да то есть вот эти два состояния они у нас есть и они вообще могут быть расфокусировка внутренняя когда например мы в спонтанной импровизации направлены во внутрь да даже у нас нет цели поиска до сфокусированности поиска на движение на какой-то цель мы просто двигаемся просто танцуем просто кайфуем позволяем себе уйти в свои ощущения раствориться в в удовольствие от танца это внутренняя расфокусировка и это как бы ну неплохо не хорошо это дает возможность внутреннего расслабления и удовольствие от танца вообще это первая ступенька к тому чтобы вернуть драйв свой в свое ощущение от танца вот очень часто одна из составляющих депрессии танцора в том что когда мы приходим в танцы нам и нам нравится двигаться нам нравится танцевать мы гайфуем тра-та-та а потом мы концентрируемся на отработке движения конечно же здесь очень хорошо добавляет наш внутренний критик мы концентрируемся на отработках на заучивание хореографии на выступлениях на какой-то цель на выигрыше бла 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 стать лучше выше быстрее сильнее и драйв куда-то исчезает вот и вот каким-то образом чтобы его вернуть этот драйв да вот эта внутренняя расфокусировка и и иногда следует себе тренировать когда вы просто позволяете спонтанно случиться с вас с вами движению какому-то да под музыку вот в этом тоже есть определенный смысл как первую ступень а вот чтобы вообще вспомнить что такое наслаждение танца таким образом фокус и расфокусировка это очень важные два понятия которые просто у нас must have и когда мы их ввели в свое в свой арсенал да в свою копилочку опять-таки движений вот мы уже можем ими специально пользоваться или не пользоваться вот как ими пользоваться я очень люблю проводить аналогию с разговором например с подругой да то есть вы приходите к подруге начинаете ей сфокусировано что-то рассказывает там я ли они на как бы вас слушает и потом в какой-то момент она там тут поговорю тут поговорила по телефону там полистала книжку там не знаю поковырялась в волосах достала помаду накрасила губы то есть она вы понимаете что как бы ее внимание направлено не на вас она вроде как бы она присутствует здесь нельзя полностью сказать что она вас игнорирует но при этом как бы ее на внимание на вас не направлено вот таким вот как бы образом проявляется у нас фокус и раз фокусировка на зрители и зрители уж поверьте он это по он это чувствует даже если вы на него не смотрите на то есть мы сейчас подходим плавно к к взгляду до куда направлен наш взгляд вот то то зритель чувствует насколько вы помните о нем насколько вы сфокусированы на нем направлены на и вообще на диалог с ним или нет даже если вы на него не смотрите вот когда у нас может быть явно мы используем расфокусированный взгляд когда у нас взгляд направлен в никуда и мы даже можем закрыть глаза прежде всего это оправлен оправданно в ситуации когда мы рассказываем в своем танце о ярком проявлении эмоций да то есть о чувствах именно здесь и сейчас вот в этот момент да вот в этот момент у меня там побежали мурашки да то есть я закрыла глаза и что такое да то есть я чувствую себя каким-то образом да и там закрылась открылась да то есть вот такой вот такой момент взгляда очень интересен и вы можете для себя по тренировать например взять какую-то какие-то даже вот простую хореографию какие-то 4 буквально 2 восьмерки даже и станцевать их на видеокамеру с тем что вы будете смотреть на камеру сфокусировано да и в какой-то момент восьмерки вы возьмете и ваш взгляд он будет продолжать быть направлен на камеру но он станет не направлен да то есть например сейчас я смотрю в камеру а сейчас я не смотрю вот и в танце это очень интересно тут же дает ощущение от вас энергетической да то есть энергетическая составляющая в когда вы фокусе она очень точечная она очень направленная и в тот момент когда вы растворяете фокус точно также расширяется и раз чуть-чуть раз распыляется вокруг вас ваше поле энергетическое это очень интересно наблюдать попросите просто даже как кого-то до кому вы верите не объясняя ему вот эту всю теорию вот эти все штуки просто станцуете ему две восьмерки и как бы в какой-то момент будьте направлены в его сторону даже можете на него не смотреть а в какой-то момент перестаньте быть направлен это очень интересно следующий то есть фокусировка расфокусировка направленности взгляда вы ее просто используете как арсенал в своей копилочке это первый метод можете себя отметить кто слушает это первый метод второй метод когда вы уже уже подходим к использованию взгляда да вы используете взгляд до движения да то есть сначала вы смотрите смотрите потом идет поворот головы потом движение в эту сторону взгляд голова движение в эту сторону взгляд голова движение в эту сторону взгляд голова движение в струда то есть взгляд поворот движение в эту сторону это очень интересный Тоже инструмент, которым можно пользоваться, он очень концентрирует ваше внимание и внимание вашего зрителя на вас. Взгляд, поворот, потом движение. И затем следующий момент, когда мы фокусируемся и следим за какой-то частью нашего тела в танце. Это тоже очень интересно бывает, да, и причем вы можете этот момент переключать. И это очень забавная такая из разряда фишек в танце, которые используются. То есть, например, вы танцевали, 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 были сфокусированы, потом вы оп, и следите за своей рукой. Куда бы она ни двигалась, что бы она ни делала, вы за ней все время следите. При этом не значит, что вы двигаете только своей рукой, вы можете продолжать всю остальную хореографию, вы можете даже продолжать при этом двигаться, но вы следите полностью за своей рукой. Это тоже интересно. Ну или зачем-то, я не знаю, за коленкой, за мизинцем на своей правой ноге. Это может быть тоже очень интересно из разряда изюминок, которые мы вставляем в танец. Следующий момент, когда мы следим за кем-то сзади, да, то есть я танцую свою хореографию всю, допустим, например, вперед, да, или, как мы уже разбирали на визуализации движения, когда мы ее разворачиваем, например, под углом, да, куда-то, под каким-то куда-то мы ее разворачиваем, но при этом следим все, что у нас происходит сзади, да, то есть я танцую вперед, но смотрю, что там у меня сзади вдруг. Каким-то образом, да, попробуйте, поиграйте с этим, да, то есть всегда, вы всегда наблюдаете, как будто у вас там что-то сзади, как бы вам что-то оттуда, как будто бы не прилетело какие-то инопланетяне, поэтому тоже очень интересный такой момент из разряда фишек. Так, дальше, когда, вот тоже интересный момент, когда вы смотрите только в направлении куда-то в пространство. Постоянно этим пользоваться нельзя, потому что это странно. Вспомните танцоров-народников, которые все время смотрят, их приучили, я была там, приучили смотреть поверх голов куда-то в сторону горизонта и при этом улыбаться, да, во все 32 зуба, вот, и взгляд все время туда. Вот, это достаточно странно, если мы танцуем сейчас, да, разбираем Contemporary Tribal Fusion, вот, у нас все-таки контакт со зрителем есть и работа со взглядом есть, потому что у нас более, как бы, такие театрализованные уже танцы, да, мы стремимся к какому-то драматизму, к какому-то чуть-чуть приближению к рассказу какой-то истории. Поэтому нам взгляд, направленный поверх голов куда-то, непонятно куда, он нам не очень интересен, поэтому здесь можно рассмотреть, мы своим ученикам рассказываем, что, типа, не смотри в пол, да, если, ну, если ты смотришь в пол, потому что, как бы, ты не знаешь, куда еще смотреть, тогда да, но если ты все время в какой-то момент танца будешь смотреть только вниз или только вверх, да, то есть я танцую и смотрю вверх, да, при этом это тоже может быть интересно, если я специально, да, это перемещаю, взгляд свой, перемещаюсь, посмотрела, танцевала все время, что у меня что-то за спиной, потом это что-то наверху, потом это что-то перемещается вбок, и в конце концов, да, оно возвращается вперед. Это очень интересно. Сегодня два антикризисных метода, да, которые выводят нас из затыка. Я напоминаю, да, что такое антикризисный метод в танце, это когда у нас есть некий затык, да, то есть у нас есть непонятно, что нам делать с хореографией, у нас вообще не сочиняется что-то, да, есть какой-то вот прям нам не сдвинуться с места, либо мы уже все что-то сделали, но оно как-то вот нас не удовлетворяет, да, нет полета души некого, вот. Нам бы хотелось, чтобы это было прям красиво и круто, а вот что-то вот не складывается, вроде все красиво и хорошо, но вот как-то вот не удовлетворяет, вот. Для этого входит, выплывает, открываем копилочку с антикризисными методами, вот. И антикризисный метод, да, первый, когда мы себе прописываем схему. Мы берем себе и прописываем схему по взглядам, главное, чтобы ее запомнить, и накладываем ее на имеющуюся хореографию, да, то есть у нас есть, допустим, какие-то три восьмерки или импровизацию, что еще интереснее. Но сначала поэкспериментируйте с этим в зале, потому что прежде чем выносить что-то на суд зрителя, да, нужно поэкспериментировать и понять, как это работает, вот. Так вот, что значит прописать себе схему по взглядам, да, то есть вы себе четко знаете, что я иду, да, я смотрю, моя голова направлена вперед, и у меня, допустим, есть здесь фокус, потом у меня на восьмерку расфокус, да, потом я следую взглядом в сторону, да, и движение у меня идет в сторону, да, потом идет закрыть-открыть, да, и затем я смотрю вверх, только вверх, потом я смотрю за спину, возвращаюсь вперед, фокусировка-расфокусировка, и все заново. Как пример, можете сейчас себе ее записать, да, то есть фокус-расфокус в любую сторону, да, сначала взгляд, потом голова, потом движение в любую сторону, потом закрыть-открыть, смотрим вверх, только вверх, да, какое-то количество времени, да, то есть, допустим, одну восьмерку-две, а потом танцуем взгляд за спину, да, и опять вперед фокус-расфокус, и так по кругу. На самом деле, если даже это раскидать по восьмеркам, вот эту схему, то это получается достаточно много, вот, то есть вы можете, например, максимум два-три раза за весь танец всю эту схему повторить, и это прикольно очень. Вот. Второй антикризисный метод, когда, если вам очень трудно сконцентрироваться и смотреть на зрителя в направлении зрителя, поддерживать вот этот диалог, который мы с вами говорили, да, то есть как с подругой, да, то есть вы можете представить себе оппонента, да, представляете себе какого-то оппонента, допустим, как бы я танцую маме, да, то есть что-то хочу рассказать своей маме, да, то есть прямо раскачу, хочу выразить ей свои чувства своим танцам, или своему молодому человеку, или вообще кому-то просто объяснить все, что ты о нем думаешь, да, тетушке-кондукторше, которая к тебе сегодня докопалась до тебя там, дяденьке, который наступил на ногу, мы берем, визуализируем себе оппонента, и вот он стоит, находится перед нами, вы себе сами выбираете, где он спереди, справа, сзади от вас, сбоку, вот, и танцуете ему, объясняя все, что вы по этому поводу хотели сказать, вот, не просто там смотри, да, то есть я сейчас, а именно полностью ему, то есть я сейчас тебе полностью все расскажу, все, что я тебе думаю, как ты меня достал сегодня своим спрашиванием билета, да, от меня, вот, то есть вот таким вот образом, это у нас второй антикризисный метод, то есть первый антикризисный метод, прописать себе схему по взглядам, и если вы ее берете достаточно длительную, то она у вас повторяется за танец два, максимум три раза, да, то есть потому что помните о том, что зритель не отслеживает смену, если это было меньше четырех счетов, смена по взглядам должна быть не меньше восьмерки, да, то есть не меньше одного квадрата вы меняете фокус взгляда в какую-то сторону, да, то есть если я танцую за спину, то будет очень странно, если для зрителя это просмотрится раз-два, если я просто на четыре счета потанцую туда, вот, поэтому для того, чтобы я это заметила, если я буду смотреть на вас из зала, это должно быть точно вот две восьмерки, не меньше двух восьмерок, это понятно, поэтому две-три восьмерки станцевали тут в одном направлении взгляда, да, в одной схеме понимания себя, потом две-три восьмерки в другой, и таким образом действительно у вас время может уже и закончиться, то, что вы хотели сказать. И второй антикризисный метод танцевать оппоненту, выбрать себе оппонента и танцевать оппоненту, вот. Так, ну что же, как обычно для тех, кто у нас присоединился, я с самого начала повторю, что у нас есть, да, то есть у нас первый метод в копилочке, да, работы со взглядом, это у нас тренируемый фокус и расфокусировку, да, это когда у нас взгляд направлен, имеет направленное внимание и расфокусирован, не направлен, когда вы смотрите и отслеживаете всю комнату, вот. Они могут сочетаться, да, то есть фокус и расфокусировка могут сочетаться, и отслеживайте, тренируйте у себя фокус, фокус, который направлен наружу в пространство, то, что мы сейчас сказали, и фокус направленный вовнутрь, на свои ощущения, на импульсное движение, например, на инерционное движение, то, что у вас рождается внутри, чем хочется пошевелить, если вы импровизации, да, чем хочется отреагировать, вот. Это тоже внутренняя фокусировка, которую тоже стоит отслеживать, да, то есть это первый метод. Соответственно, второй метод, да, когда мы подходим уже к работе со взглядом, да, это когда мы лишаем зрителя своего взгляда, да, намеренно, когда мы выражаем свои эмоции ему, танцуя о мечтах, о каких-то своих желаниях, воспоминаниях, то есть у нас эмоциональный момент в танце, когда мы вспоминаем что-то, да, или задумались о чем-то, о чем-то у нас мурашки, да, такой момент, мы прерываем контакт, намеренно закрывая глаза, это очень прикольно. И это как будто пауза в танце, это действует очень магически, помните о том, что все говорят о том, что пауза в танце, это как пауза в разговоре, то же самое и пауза во взгляде, если вы смотрели-смотрели, потом вы закрываете глаза, прерываете контакт, опять же, помните, что это не меньше четырех щитов, и это очень интересный и мощный такой метод, вот. Так, если вы, ой, не сказала еще, такой метод, когда вы можете танцевать свой танец на широкую аудиторию и можете танцевать свой танец в форме монолога. Если вы танцуете свой танец в форме монолога, то ваш взгляд должен быть и будет направлен, да, к какому-то одному зрителю, вот этому дяде в третьем ряду, потом другому зрителю, да, вот этой тете в пятом ряду, и потом вот этой девочке напротив меня, да, то есть как бы меняйте, разговаривайте с ними, и это есть такое, этим пользуются все известные танцоры, и тогда есть такое, ааа, она посмотрела прямо на меня, она подвигнула мне, ааа, так классно, это очень повышает такую планку доверия, повышает эмоциональное отношение к нам, это очень хорошо, вот. И следующий, да, момент работы со взглядом, когда мы сначала направляем взгляд, потом движемся за направлением взгляда своим движением, то есть у нас первый идет взгляд, потом у нас движение за ним, первый взгляд, потом движение за ним. Сейчас я перед вами как бы могу работать только головой в эфире, но поиграйте с этим, это очень интересно. Естественно, голова поворачивается, но вслед за этим двигается и все остальное тело, вот. Так, и следующий метод, да, когда мы следим за какой-то частью тела, мы можем в этом переключаться за какой-то одной частью тела, да, то есть я слежу только за рукой в своей хореографии, потом я слежу за своей грудью, да, потом за бедром, не знаю, за пальцем ноги, я это переключаюсь, вы не знаете зачем, я вам не объясняю, у нас не клоунада и не пантомима, да, то есть как бы я просто рассказываю себе историю, что у меня тут что-то происходит, да, каким-то образом что-то тут происходит у меня, да, и это очень интересно тоже понаблюдать со стороны. Я все время говорю на своих классах и в своих эфирах, вот все методы, все штуки, которыми мы занимаемся, это совсем не про то, чтобы нас поняли, да, то есть никогда не старайтесь, чтобы вас поняли, не впадайте в детский утренник и не впадайте в пантомиму, потому что даже имея дар речи, никто еще до конца на 100% друг друга не понял, поэтому эту шизу, особенно в танце, да, нужно убирать. Рассказывайте свою историю, делайте это так, как вам нравится, используйте те методы, которые вам кажутся эффектными и как бы классными в применении именно здесь и сейчас, и просто расслабьтесь в плане того, чтобы поймут вас, не поймут. После этого просто принимайте поздравления, когда к вам подходят и говорят, что «А, ты танцевала бабочка, я поняла, я это увидела!» «Да, я танцевала бабочку, окей!» «Ой, не, я поняла, ты танцевала лошадку там, да, там, мою мечту ты танцевала!» «Да, да, я танцевала твою мечту, отлично!» «Да, спасибо!» Не надо объяснять, потому что если вы начинаете объяснять «Я танцевала не бабочку, я танцевала единорожку, как ты могла не понять!» И тогда получается тот неловкий момент, когда одному неудобно и другому так. И тот, который вам хотел сказать, да, зритель хотел вам рассказать о том, что ему откликнулась ваша хореография, что ему было прикольно, он получил положительные эмоции, а вы ему только что объяснили, что он дебил. И вы чувствуете себя обиженной, потому что вас не поняли. Такие, стоите два. Ну ладно, я пошла. Поэтому не надо стремиться, чтобы вас поняли, это абсолютно не нужно. Вот. Дальше следующий метод в нашу копилочку, когда мы следим уже не за частью тела, а за кем-то сзади, да, это прикольно очень. Я наблюдала несколько раз это со стороны, на известных танцорах, это очень круто, интересно очень. Немножко странно, но интересно сразу. Просыпаешься точно от телефона однозначно. Вот. Используйте взгляд направленный. Направленный. Здесь мы имеем в виду сфокусированный взгляд только вверх, только вниз, только в сторону или вот куда-то в пространство, да, в пол, допустим, да. Но это не просто там я смотрю в пол и я танцую все время в пол, потому что я как бы стесняюсь и мне вообще как бы, ну такие, кто здесь? Нет. Вы используете это как метод и очень аккуратно используете это как метод для того, чтобы действительно сказать то, что вы хотите сказать. В какой-то момент, чтобы объяснить, что мне стало грустно, уныло и прочее, очень прикольно подойдет взгляд в пол. Если я замечтала сейчас о чем-то, да, очень прикольно подойдет взгляд вверх. То есть мы сейчас об этом разговариваем. Вот. И два антикризисных метода мы сегодня разобрали. Это первый, это прописать себе достаточно длинную схему, да, не из трех шагов схему работы со взглядом, как вы будете работать. И второй антикризисный метод – это танцевать воображаемому оппоненту. Вот. Представить себе, да. Очень прикольно с кем-то мы беседовали, кто-то мне рассказал, типа, а я танцевала, как будто я адвокат в суде, я вот сейчас вот как бы, ну, должна выстроить свою линию защиты, и вот как бы я вот и рассказывала. Никто, кроме того, как она произнесла, да, вот эта девушка до этого момента, никто и не знал, что это было так, но это было очень достаточно мощно. То есть если вы будете что-то рассказывать, какую-то историю какому-то воображаемому оппоненту, это уже будет у вас внутри. И все сработает так, как нужно. Вот. Так. Ну что ж. В принципе, все, что я хотела рассказать по взгляду танцора, именно в рамках эфира я рассказала. Есть еще несколько, конечно, вещей. И есть упражнения, которые, кроме вот этих вот, да, есть упражнения, которых можно это все тренировать. Ну и вот эти методы, которые мы сегодня с вами перечислили, их тоже попробуйте потренировать, потому что если вы что-то прослушали и не тренируете, не применяете, да, это все равно, что вы прикольно побеседовали, попили чай со мной сейчас, и, ну, как бы, и ничего из этого не вынесли, кроме печеньки внутри. Поэтому все печеньки обязательно применяйте. Если есть какие-то вопросы, сейчас задавайте. Я пока презентую, пока вы пишете, именно по взгляду танцора, как это, что, если есть какие-то вопросы, пишите. Вот. Я пока презентую следующую тему. В следующей теме мне хотелось бы поговорить с вами про то, как импровизировать, то, как начинать импровизировать, то, как продолжать импровизировать, и как потом с этим начинать выходить в люди. Потому что это тоже, так или иначе, это метод такой, который очень развивает. С этим можно танцевать, это можно использовать. Вот. С этим можно выступать. Но до того, как вы будете, сможете с этим выступать, это нужно пройти некоторое количество часов, минут и упражнений, да, чтобы это стало красивым, удобоваримым. Потому что, так или иначе, через некоторое время у всех возникает вопрос, как танцевать импровизацию красиво и сложно, да. То есть, когда мы используем не только какие-то такие вещи, а можем, вспоминаем и прочее, какие-то эффектные вещи, сложную технику и прочее. Оно не придет сразу, особенно учитывая то, что в импровизации тут уже жестко входит тема того, что у вас должна быть какая-то история. Иначе это просто какая-то дерготня под музыку. Ну, типа, а я танцую, потому что мне кайфово, классно, зачем тебе тогда зрители вокруг? Вот. Я, как бы, немножко против всегда танцевания для себя. Даже когда вот в АТС, я тоже танцевала American Travel Style, у нас говорится о том, что мы танцуем для себя, там, бла-бла-бла, это все. Не надо, не лукавьте. Если вы танцуете для себя, то танцуйте для себя в зале. Вот. Не выходите с этим на сцену, потому что зритель так или иначе, мы недавно пробовали это на хореографических этюдах, на Tribal Connection, зритель это очень чувствует, и он понимает, что он здесь не нужен, и тогда он... Ну, не обижайтесь тогда, когда люди на вашем выступлении смотрят в телефоны, говорят, ой, а вот, знаешь, я, как бы, я не видел тебя, не помню очень, как бы, может, я куда-то вышел в этот момент, или там... Не обижайтесь тогда, потому что, если вы не помните про людей, люди не помнят про вас. Все честно, все взаимно. Вот. А сегодня, как бы, раз у нас вопросов нет, то, по теме взгляда танцора, то тогда всем спасибо. Эфир повисит еще сутки здесь, потом я выложу его ВКонтакте и на канале в Ютубе. О, да, спасибо всех-всех-всех! Поздравляю тоже с Днем танца! Очень было приятно всех увидеть, потому что то, что мы делаем, это часть искусства, это арт. Вот. Поэтому будьте причастны, чувствуйте себя причастными к тому, что вы создаете искусство здесь и сейчас. Всем спасибо! Эфир повисит, и потом я его выложу на своей странице ВКонтакте и на Ютубе. Спасибо! Пока!